Ваш отец известный ученый и выдающаяся личность, каким он был в жизни, как вас воспитывали. Благодарим за ответ. Что касается кредо, я вообще не очень люблю такой подход, но как-то сам себе задал этот вопрос, подумал туда-сюда. В общем, свелось все к двум стихотворным строчкам, все это, конечно, не исчерпывает всего остального, но две стихотворных строчки из поэта не самого моего любимого. Не самого. Но неплохо, несмотря на это. Николая Забородского. Так вот, две строчки, которые для меня, в общем, значит очень много. Все-таки кредо, наверное, это то, от чего нельзя отступиться, а не просто хорошее место. Так вот, Забородский написал, нет на свете печальней измены, чем измена себе самому. Ну, как вас воспитывали, начнем с этого, а не как. И вы знаете, это, наверное, очень правильно, потому что я радуюсь тому, какие у меня дети, какие у меня внуки. И время от времени их спрашиваю, а как вы вообще выросли такими, мы же вас не воспитывали никак. А вот так вот, а мы наблюдали. Ох, они наблюдали, оказывается, очень внимательно. Все взвешивали. Ну, то ли какие-то свои ценности заложили, все, ну, не знаю, как это получилось. Но, во всяком случае, я ими очень доволен и не собираюсь их дальше воспитывать. А самое младшее поколение, оно скорее нас перевоспитывает, чем мы их. Меня тоже, в общем-то, меня некому было воспитывать, и отец, и мать работали, во всю война вообще. Я вообще бабушкин сын. То есть меня воспитывала бабушка, и воспитывала она меня очень просто. Абсолютной любовью, вот абсолютной. Вот даже сохранились какие-то кинопленки, вот она просто на меня смотрит, она светится вообще. А чего светиться было-то? Особенно радоваться было нечему. Ну, нет, ну, не бандит, конечно. Вот, но ничего мне не втолковывалось, ничего мне не запрещалось даже. Какие-то вещи, это тоже, наверное, относится к воспитанию. Ну, я сам до них дошел, но под контролем они были. Например, ну, так сказать, прийти с расквашенным носом, это было нормально. Бабушка, правда, ахала сразу и валерьянку пила. А у мамы был один вопрос. Сдачи дал? Иначе быть не могу, естественно. То есть вообще, как-то на меня глядя сейчас, трудно представить, но я был большой драчун вообще в молодости, в юности. И даже когда поженились, то когда начиналась какая-нибудь свара, кого-то обижали, всегда как у того, как выступал защитником отечества. Значит, жена меня хватала за руки, чтобы я не влез во все это. Вот не так давно я обнаружил, что и больше меня уже никто за руки не хватает, и сам я вроде бы в драку уже не лезу. Ну, не знаю, хорошо это или плохо. Так что воспитывала меня бабушка абсолютной любовью и ничем больше. А все остальное меня не очень воспитывал двор. Как-то у нас вот того, что было, в общем-то, в то время двор и свои команды какие-то, что-то ничего не было особенного. Школа меня старательно воспитывала, а я старательно сопротивлялся и много в том не успел. Вот вспоминаю безрадостно школьные годы. И, конечно, очень много читал. Читал, 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 без разбора, без возраста, без скидок, что это можно, это нельзя. Более того, отец на меня очень давил. Как это так, ты до сих пор не прочитал Достоевского. А я мальчик наоборот. На меня давит, я не читаю. Он на меня давит, я не читаю. Так до 25 лет я Достоевского в руки не брал. А в школе его не проходили. Слушайте, такое удовольствие в 25 лет прочитать Достоевского. Совсем, конечно, по-другому, понимаешь. Не так, как в детстве. Вот. Ну, вот это. Теперь, значит, каким он был в жизни? Ну, слово «жизнь» не очень понятно. Одно дело в жизни дома, другое дело в жизни в науке, в институте, в стране. Насколько я понимаю, он был человек очень жесткий. Но при этом, сейчас уже, конечно, появилась масса людей, которые говорят, так сказать, как тебе принято говорить, катят негатив. Это все понятно. Но я, например, помню какой-то его юбилей, по-моему, ему было 60 лет, значит, 68-й год. А встал какой-то человек, не какой-то, я его знал, этого человека, отнюдь не из близких и доброжелательных к отцу людей. Ну, у него работающие. И с таким дрожащим голосом он сказал, что я не могу не выступить здесь и сказать, что вот как я пришел из Лагина, и Борис Александрович без разговора меня немедленно взял. Он не мог взять меня на какую-то хорошую должность, взял он меня там каким-то лаборантом, но зато организовал защиту диссертации. И организовал он ее так, что этот человек вошел на заседание ученого совета лаборантом, причем со справкой об освобождении из лагера, а вышел доктором наук. То есть это все-таки говорит о том, что он был руководителем, во всяком случае, справедливым. Вот, кстати, тоже насчет воспитывали. Я, например, помню, к сожалению, не в деталях, сколько он мне всего рассказывал. Во-первых, это странно, но он в ряду трех шелесталинских премий, он, значит, меня воспитывал в сугубо антисталинском духе. Мы ходили гулять с собакой, и там он мне, значит, все время, значит, рассказывал совсем неофициально, так сказать, что он думал о великом вождении учителя. Несколько, при этом идеализируя Ленина, но это, в другой взгляд, все этим решили в свое время. Хотя из, так сказать, исправителей, по-моему, его кумиром был, ну, из песни слова не выкинешь, Александр Талетий. Так что, вот, ну, конечно, Петр, Петра он любил самозабвенно. А теперь, и вот насчет воспитания, вот он мне рассказывал. Я помню, мы ехали на дачу, ехали очень смешно, на открытом грузовике везли диван туда. На диване сидели мы, Борис Александрович, ну, я маленький. И всю дорогу до дачи, а это, в общем, довольно долго, больше двух часов, наверное, ехали. Он мне рассказывал целую какую-то повесть о доисторическом мальчике. Он сочинял ее на ходу. И так я узнавал вообще первобытный мир, что там вообще, все было замечательно. Он точно так же мог сочинять стихи, например, у моей мамы болел, был воспаление троиничного нерва, и он ее заговаривал стихами, которые рождались тут же. Это был тоже какой-то исторический роман в стихах. И я помню, что он кончался очень трагически там. Что-то там был шерстистый носорог, один из героев, и он погибал, И завыл над трупом друга наш шерстистый носорог. Там соблезубый тигр был, еще что-то. Вот. И вообще стихи к нему иногда приходили ночью. Я помню какое-то совершенно изумительное стихи, я его уже тоже забыл. А зачем же я в тот, этот иначе что-то татататататататататататататататататататататал, Когда по мне дармес старинный в тени колетника скучал. Просто хорошие стихи, в общем-то. Но почему-то повышедшие во время сна непонятно зачем, почему, как. Что для меня было и уроком, и интересным, да и мучением тоже. Он все свое написанное нам с мамой читал. Как вот только написал. Вообще у нас с ним совершенно разный способ работы с материалом. Я для того, чтобы написать что-то, я долго хожу, думаю, 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 думаю. Потом я пишу план. Потом я у плана пишу примерно сколько страниц на каждую главку. Никогда не выдерживаю этого, это другой разговор. Это не важно. Но пишу. И вот когда все это, я сажусь, беру ручку и поехал быстро пишется. Он садился за амбарную книгу такую вот, писал только с правой стороны, с левой вписывал, рисовал. Он не знал, что он будет писать. Он и разговаривал с этой рукописью. Он с ней спорил. И тем не менее получилось так много таких, в общем-то, хороших книг. Но вот то, что он читал и очень внимательно слушал все наши замечания, которые мы нагло делали иногда, это тоже где-то было обучением тому, как работать с текстом, с материалом. Ну, тут какие-то такие вещи. Я не знаю, ответил я нет. А, ну, конечно, нельзя сказать, просто будет неправильно сказать. Более идеальной пары, чем мои родители, я представить никогда не мог, не смогу. И хотя вот сам уже, тут мы считали, 56 лет в браке после 7 дней знакомства. Но такого вообще, это абсолютно. Конечно, мама принесла себя в жертву, это понятно. Все другая, другая техника, что ли. То, что все-таки все его книги она перепечатала на машинке дома. Какая-то трофейная машинка у нас была вообще. Знаете, полицай, наверное, на ней печатали раньше. Вот. И пара эта была совершенно идеальная. И, конечно, это был большой удар для него. Но все-таки она ушла на 10 лет раньше его. Это был большой удар. Но, так вот сложилось. Мне кажется, вот эти вопросы несколько связаны. Что для вас Россия и что Индия? Где ваша духовная родина? Ну, видимо, все-таки, 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 наверное, духовная родина Индия. Я приезжаю туда, я дома. В эту же секунду. Со мной никогда ничего плохого там случиться не может. То есть вот это ощущение абсолютного дома, и где я все знаю, все понимаю. Это, конечно, иллюзия, я не могу все понимать. Но вот ощущение такое, я свой. Я приехал домой. Так что это почти не духовно, почти просто родина. Что, кстати, дает мне, в общем-то, или, по крайней мере, я забираюсь, я право, иногда не в такой аудитории, а в индийской, высказываться достаточно критично. Я думаю, что я ответил уже на то, что Индия, что для вас Россия, ну, что Россия? Россия, она и есть Россия. Родина. Ну, здесь какое-то вот ощущение, знаете, родина, за которую иногда больно. Иногда страшно. Вот что как-то, ну, я понимаю, смешно, наверное, звучит, но вот что обидят ее, или еще как-то. Вот ощущение такое, что это мое, свое, но подвергающее, ну, какое-то требующее моего участия, как защитой какой-то. Что я могу? Ничего не могу, но тем не менее. Вот, это не значит, что я не вижу всего того, что нельзя не видеть. Один из моих родственников, уже умиравший в этот момент, мы с ним встретились, то есть, ну, я с ним встретился, потому что он уже лежал, и он задал мне вопрос, ну, скажи, как там и как здесь? Там это имелось в виду, я перед этим 6 лет провел в Швейцарии, в Шеневе. Я ответил ему спонтанно, не думая, но если бы я подумал, я бы ответил так же. Я сказал, а он свой, он как брат деда, то есть, я не выбирал бы выражение, боясь, что он побежит сейчас в НКВД. Я ему сказал, там все хорошо, и все равно плохо. У нас все плохо, а все равно хорошо. Вот я стою на этом и сейчас, вот уже опыт большой. Вот действительно там все хорошо, действительно, а все равно плохо. Вот тут чужое оно, все. А у нас все хорошего, а все равно свое, а все равно хорошо. Потом вообще, ну, мне очень аккуратно делались намеки, причем на каком уровне. Например, почетный директор всех музеев Франции. Почетный, то есть, он уже не совсем, но все равно всех музеев, и Лувра, и всего. С говорящей для нас фамилией. Господин Елисеев. Ну, Елисеевский магазин, наверное, вы все знаете. Магазины и в Петербурге, и в Москве Елисеевский магазин. Это тот самый Елисеев, ну, уже внук его. И он мне прямо сказал, поскольку у нас были очень хорошие отношения, он сказал, ну, вам стоит вообще, ну, мне только мигнуть все. Вам, так сказать, убежище предоставят мгновенно, конечно, любовь, причем очень хорошее. Но он сам понимал, он сказал, он говорит, ну, я понимаю, что вы этого не сделаете. И он правильно понимал, и, помимо всего прочего, есть вещи, ну, вот просто, дело тут не в режиме, не в верности, не во всем этом. Все-таки для меня едва ли не самая большая ценность – это русский язык. Почему мне сейчас очень трудно жить? Потому что я включаю телевизор, это что я слышал, и этот акцент совершенно, почему-то у молодых девушек какой-то появился акцент, это я не знаю, где и из какого инкубатора они выскочили. Вот, просто неправильности. Пишут тоже неправильности. Ну, вот, а у меня еще коллекторский глаз плюс ко всему. Я беру газету, раскрываю, я вижу, не вчитываясь, где опечатки. Это, с одной стороны, хорошо. Ну, я помню, когда я директорствовал, мне приносят документ, я его читаю, машинистка. Читаю, потом говорю, не вдаваясь в подробности, перепечатать ошибки. А где? Я говорю, не важно, ищите. Она выходит, и я слышу ее громкий голос. Вот, черт, одноглазый, пять человек считывали. Как он это ухитрился. Вот, одним глазом как-то увидел. И вот, понимаете, вот сейчас, как бы, так сказать, вообще не проблема уехать куда-то, еще что-то. Ну, сейчас куда уже уедешь? Но, уйти из атмосферы русского языка, причем, не просто там Бунина снять с полки, а вот живого, постоянного. Это, мне кажется, хуже вообще уже быть ничего не может. Вот, так что Россия, 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 да. А Индия, это и Индия. Вопрос такой. Индира Ганди в родстве с Махатмой Ганди. Кто из потомков Индиры Ганди сейчас в политических кругах Индии? Я понимаю, что у вас нравится. Это вопрос зададут такой, что потом все остальные присутствующие в ужасе сидят. Неужели будет отвечать? Сколько же времени займет? Но сначала насчет Индиры Ганди. Индиры Ганди не в родстве с Махатмой Ганди. Она в родстве со своим отцом Цюрхараум Неру. Она Индира Неру. Ганди, это фамилия ее мужа, Ферроз Ганди. Они настолько, они, как говорится, даже не однофамильцы с Махатмой. Потому что они разной верой. Ганди формально индус Махатма. Ферроз Ганди. И, следовательно, Раджив Ганди. Парс. Зарастриец. Поэтому Раджив Ганди пытался изобразить, что он индус. И он даже носил брахманский шнур. Индиры готовил его к себе в преемнике младшего сына, Санджая Ганди. Санджая Ганди, ну, прости, Господи, нельзя так говорить, что слава Богу. Но Санджая Ганди погиб. Разбился на самолете. Это вот он, автор, так сказать, очень нашумевшей кампании стерилизации. Это вот две великих страны. Китай и Индия решали проблему, демографическую проблему. Индийцы пошли очень просто. Значит, во-первых, пошли лозунги. Два-четыре ребенка и хватит в семье. Значит, стерилизация. Стерилизация за деньги. Страна бедная. Значит, люди побежали. Причем, к моему удивлению, я не знал, что можно стерилизовать женщин, но, оказывается, и женщин можно стерилизовать. И все это пошла кампания. А кампания, значит, всякие нечистые силы работают. Скажем, разнарядка приходит на деревню. Нужно вот столько стерилизовать, столько-то народу. Значит, а там у старосты, у богатого, как раз сын подходящий и все. Вот нет, он откупается. Он покупает бедняка какого-то, тот идет и стерилизуется. Я помню, какого-то старика 70 лет два раза стерилизовали, это уже само по себе. И какого-то несчастного молодого человека, его три раза стерилизовали. Я не знаю, как медицински это возможно, но это же был, в общем, страна почти была на грани восстания. Не весь что было. Это вот был Санджай. Санджай погиб на самолете, а Раджив Ганди тоже водил самолеты, он капитан Ринди. И он не готовился к политической. И поэтому он оказался довольно, так сказать, спокойной фигурой, вполне приятной. Я абсолютно убежден, что погиб он не так, как сообщают. Погиб-то он так, конечно, очень неприятно. Но не те силы за этим стояли, в этом я убежден. Но официальная версия такая, что это стояли тамилийские сепаратисты, юг. И вот с тех пор, значит, семья зашевелилась. Но семья зашевелилась на фоне проклятия со стороны сикхов. А сикхи прокляли Индиру и все ее потомство на несколько колен дальше за операцию «Голубая звезда» в Пенджабе, когда штурмовали золотой храм сикхов. Хотя правительство и сама Индира были очень осторожны. Во-первых, было запрещено даже целиться в сторону храма. Стреляли так, вокруг него. Во-вторых, например, спецназ шел босиком на штурм, чтобы не идти в кожаные обуви. Священная корова. Осквернение храма. Но все равно, там-то та сторона тоже была подготовлена. Внутри храма даже танк был один. И когда начали стрелять, все-таки одна пуля ликошетом попала в Адегранг. Адегранг – это главная книга сикхов. Она считается богом сикхизма. И вот эти седые, вот такие бородатые сикхи, проправительственные даже, я просто видел фотографии, рыдали. Там задета одна страница. Но это задета, в общем, самая священная реликвия. И вот за это, поэтому сикхская охрана потом расстреляла индиру. А она не убрала эту охрану. Ей говорили, надо, это сикхи. Она говорила, нет, это моя охрана, я не могу выразить им недоверие. Ну, она была права, не права, но, так сказать, благородно поступала. Но они, значит, вот так. И поэтому самая активная фигура – это вдова Раджива. Это Соня Ганди. Соня Ганди – итальянка. И говорит на плохом хине. И вообще белая девушка. Лет 60 сейчас, наверное. Она, у нее хватает, так сказать, так-то, она не лезет на первые роли. Но она вот толкает своих уже внуков даже еще, всех толкает туда. Этот клан действует, но, в общем-то, не поддерживается сейчас населением. Тем не менее, я, как, так, с точки зрения политологической, я думаю, что... А здесь будет такая вот кривая. Кривая. Вот сейчас они отсоткнулись от Конгресса, и пришла правая партия, пришел Моди. Я думаю, что даже еще одни выборы будут так. А потом повернутся опять, опять Конгресс. А там уже, может быть, вылезут и потомки Индии. Вот мне кажется, эти два вопроса, они как-то перекликаются. Значит, расскажите, пожалуйста, над чем вы работаете? Ваши творческие планы? Каково, на ваш взгляд, уровень студентов и уровень высшей школы? Здесь тоже. Каково ваше мнение относительно нашей системы образования и ваши прогнозы? Нет, они не только не перекликаются, они противоположны, эти вопросы. О системе образования, об уровне образования и прочего. Ужас, просто ужас, то, что творится сейчас. Я знал ярых антисоветчиков американцев, ярых, всю жизнь бывших. И, кстати, любивших нашу страну, как ни странно. Это очень странные такие бывают вещи. Вот один из них, я помню, я его спрашиваю, очень мы полюбили друг друга. Он, я говорю, как вас все-таки называть? Одни называют вас сайнер, другие синер, третьи синер. Как называть-то? Послушайте, господин Рыбаков. Я венгерский еврей из Палижа, живущий в Нью-Йорке. Как хотите, так и называйте. Очень острый, умный. И, кстати, вот-вот, антисоветчик. Он меня, когда мы первый раз, по-моему, даже увиделись, он говорит, ну как у вас сейчас, хуже, лучше? Я говорю, вы знаете, вот странно, но есть какие-то вещи лучше. И я тогда ему привел, и он понял. Я говорю, вы знаете, вот я служу по своему дому. Вокруг высажены цветы. Их каждый день ломали раньше. А в этом году они стоят, их не ломают. И он сказал, я понимаю, понимаю. Объяснить это трудно, но тем не менее. И он, когда он узнал, что немножко лучше, он заплакал. Вот он, антисоветчик. Но так вот он со своих антисоветских политиков, он говорил, и спорить нечего. Советская система образования была, несомненно, самой лучшей в мире. Это действительно трак. Система образования загублена. Добавлю, поскольку министр у нас и науки, и образования, добавлю, конечно, абсолютно разрушена Академия наук. Детище Петра. Полностью разрушена. Но, как вы можете заметить, у нас происходит интересная вещь в стране. Мы об этом вчера говорили, о том, что на все рук не хватает. Поэтому президент и министр обороны, они выстраивают армейскую структуру. Все горит синим пламенем, но армия все-таки... И вот сейчас Шойгу перетягивает к себе многие кадры, создает военную науку. Ну, простите меня, военная наука, эндология вряд ли войдет в число нужных этих самых. Единственное, что если Жириновский станет президентом, и надо будет сапоги мыть в Индейском океане, тогда, может быть, эндолог будет. А, между прочим, я свидетель того, как Жириновский выступал в Дели. Ему тут же задают вопрос, что вы имели в виду, перед тем, что вы еще вымоете, русский солдат вымоет сапоги в Индийском океане. Он сказал, естественно, мы друзья, мы братья, мы союзники. Вы видите, над вами нависает мусульманский пояс. Он около нас, мусульманский пояс. Мы готовы прийти к вам на защиту. Мы готовы вместе бороться с развивающимся исламом. А раз так, то, значит, ну, люди чистые, значит, сапоги вымыть можно. Это, значит, первый уровень студентов. А вот тут я скажу неожиданное, наверное. Знаете, очень хорошее мнение у меня. Во-первых, все-таки они идут сейчас. Очень многие идут, потому что они работают еще. Они очень ценят. Это не то, что как это было в наше время, что да кто тебя отчислит. Вообще, это сложнее отчислить, чем терпеть. Они устают. Потом все-таки интернет, при том, что все правильно говорят, помойка, все правильно. Но если... Вообще, я считаю, что сейчас вся система образования должна быть нацелена на другое. Надо научить учиться. Надо не знания давать, а давать то, как эти знания получить. Как отфильтровать знания из интернета, а не верить всему, абсолютно всему, что там нашлепано. И если к ним подходить по-человечески, то есть видеть в них не придурков каких-то, а людей со своим... Ясно же, что они молодые. Они вообще считают, что до них никто в жизни не целовался, и никто из них вообще там не читал, я не знаю, Булгакова. Что меня, кстати, удивляет. Они поголовно все знают мастера Маргалиту. Ничего другого они не знают. А мастера Маргалиту они знают. Но это, видимо, папа-мама. И если к ним по-человечески, и если их подтолкнуть, вот они, и дать им еще инициативу. Иногда очень смешная, щенячая. Но все равно, в принципе, у меня... Они хитрят. Они совершенно спокойно начинают хлопать ресничками и говорить. Ну мы же еще маленькие. Ну это все понятно. Но главное не смотреть на них сверху вообще вот этого. И понимать, что, извините меня, мы все говорим, будущее, будущее. Да вот оно будущее. Вот оно будущее. Она нас один раз живет уже. Живет и к нам присматривается. И они все знают, все видят. Ну не знаю, я с большим удовольствием с ними общаюсь. Так, чего тут еще, значит... Над чем вы работаете? О-о-о! Понимаете, меня... Надо, конечно, показывать где-нибудь в зоопарке. Я 15 лет, как было сказано, был директом. До этого еще сколько-то 10 лет замдиректом. То есть все время вот это административно, вся власть в руках. Я считал неприличным публиковать свои книги. Потому что, ну, очередь везде, люди ждут. А я тут, конечно, мне бы зеленую улицу сделают. Поэтому у меня накопилось. Поэтому сейчас одна вышла, и сейчас я работаю над... Ну только не смейтесь надо мной, я уж очень громко. Над пятью книжками одновременно. Думал, может, какую-нибудь успею сделать. Но не знаю. Нет, вы не делайте мне большие глаза. Я знаю, мне несколько раз говорили, когда я умру. И потом я это все радостно рассказал семейству Редихов. И Девика сказала, во сколько? 96? Ну-ка дай руку. Посмотрела. Стасов стоял и говорит, да-да, она все правильно говорит. Да-да. Значит, она посмотрела и сказала, ну, нет. Ну, какие 96? Да нет, ну что ты. 94 с небольшим. Небольшим. Ну, в любом случае, хотя уже теперь для меня стало значимо. Все-таки 94 или 96 это два года все-таки. Но так или иначе я рассчитываю, что еще эти пять книг я закончу. И вот тогда замаячит некая книжка под названием перекликающимся с сегодняшним днем Рама Кришна, его ученики и последователи. Она была задумана как пятитомное исследование. Сейчас уже ясно, что материала хватит на 10, а времени хватит на 1. Но если в этот 1 отжать, так сказать, как следует материал, то, в принципе, это может оказаться и интересным, и полезным, мне кажется. А работаю я сейчас, значит, над вторым томом этой книжки по Индии. Это у нее интересная форма. Она в виде такого энциклопедического суверия называется «Моя Индия от А до Я». Но она там с статьями. Собственно, это вообще должна была быть одна. Поэтому в этой книжке есть какие-то такие статьи, как «Чудеса Индии», там, «Авравиль» и еще. То есть это, в общем-то, это для своего рода было. Но потом решили издать, и потом по величине не получается. Значит, вот это вот, собственно, там я буду рассказывать именно свое видение. Даже если Ташмахал, то как я его вижу, а не то, что так вот делался там или еще что-то. Значит, это одна книжка, одна книжка просто воспоминаний, одна книжка называется «Перепутанные страницы». Это разные вещи там. И далеко не только Индия, далеко не только, в основном не Индия. И сборных стихов. Худо-бедно, между прочим. Я думал, ну сколько там, наберу сколько там. Стал набирать, и вот уже сейчас еще два надо, по-моему, дописать, и будет 500 штук. Это уже что-то. Это уже можно с этим выходить. Потому что я всю жизнь пишу, и никогда их никто не видел. Так и отец, и мать моя ушли в могилу, так и не зная, что я пишу стихи. А вот в этой книжке, в Индийской, там индийские стихи были опубликованы. И вдруг мне кто-то стал говорить хорошие и добрые слова. Я думаю, ну тогда, значит, не так уж стыдно. Ну вот так вот. Вот. Что у нас еще? Вот как раз в тему. Мы знаем, что вы пишете стихи. Прочитайте, пожалуйста, что-нибудь из своих стихов. Я ее держал. Нет, ну это вы сейчас написали. Нет, это нет. Вы знаете, значит, я, как вы успели заметить, хожу плохо, вижу отвратительно, слышу никак. Но еще у меня и память плохая. Был какой-то анекдот, помните про это? Одно ушко приносят, говорят, бедный мой, что с тобой сделаешь? Вы говорите погромче, он слышит плохо. Поэтому я так вот, ни из чего нового я, наверное, не смогу. Я прочитаю старое, как раз в эту книжку вошедшее, но с Индией связанное. Но зато белые стихи, поэтому блескома лифма я здесь не смогу насладиться. Ага, найдете ту самую про статую, не помните. Ну вот так вот, девушкам, читай стихи. Сейчас я просто пытаюсь. Перед статуей странной и древней, чьи измазаны кровью уста, Возложи с любовью и верой три расправленных лепестка. И когда в смиренном поклоне ты склонишься пред нею, Тогда над тобой синим пламенем воли вспыхнут в нише ее глаза. Это звездное, грозное пламя всех сотрет с твоего пути. И опять лишь бездушный камень, распрямившись, увидишь ты. Вот так. Спасибо. В каких странах вы побывали? Есть ли, на ваш взгляд, сегодня более-менее благополучное государство Не в смысле экономики, а в культурно- и социальном смысле? Каких побывал? Ну, поехали. Значит, Индия. Тридцать три раза. Турция. Двадцать четыре раза. Албания один раз. Албания, представляете? Никто не был в Албании. А я был. Ну, в общем, короче говоря, Азию почти всю. Европу много, Африку нет. Африку, Тунис, Египет. И то повышали, был в Штатах, но считай, что не был. Хотя был два или три раза, но, в общем, видимо, очень мало, но и не проникся. Насчет культурного благополучия. Ну, вы знаете, такой вакханалии, как у нас, если судить о культуре по телевизору, такой я, пожалуй, нигде не знаю. Ну, разве что на Украине там еще дуже погане. В других странах все-таки во многом как-то они существуют раздельно. Какие-то районы, вот, высокой культуры, массовой культуры. Массовая культура придет, конечно, везде и всюду. И уже сейчас индийские фильмы не такие милые, слюнявые, хорошие, сопливенькие такие и музыкальненькие. А теперь все время «Ходясь, поможете, ходясь, поможете», а потом запели. Это все равно, конечно, без этого нельзя. Но, между прочим, вот у нас очень принято смеяться в интеллигентских кругах над индийским кино. А вот Радж Капур говорил, он говорил, да, у меня все есть в фильме. И песни, и танцы, и мелодрамы, и слезы, и радость, все. А для кого я снимаю? Я снимаю для народа. А что такое народ в Индии? Это христиане. Это туда привозят, передвижку показывают, и он за какую-то рупию, которую он заработал с трудом, он хочет получить все. Он ничего этого не видел. И вот ему, пожалуйста, и сюжет такой, что просто навзрыт, и все. И песня. А потом, понимаете, широкий зритель индийское кино воспринимает немножко иначе. Вот взяли, встряхнулись и запели. Там же идет текст. Текст как-то, пусть не напрямую, но все-таки связан с сюжетом. Это не просто так. Вот, но тем не менее. Вот, вот индийское кино сейчас вот такое. Да есть и хорошее. Американские фильмы, которые мы смотрим по телевизору. Ну ужас, просто ужас. Вообще, как это может быть? Ну это же они делают для каких-то пуэрт-алликанцев, там еще что-то. А мы покупаем по дешевке, естественно. Как в Израиле покупаем лекарства, которые просрочены. Потому что они почти ничего не стоят. Правда, они и не лечат. И даже наоборот. Вот, и покупают это кино. Это все политика. Вот это все. Я просто надеюсь, что когда-нибудь будет Нью-Анбергский процесс, и мы увидим вообще все руководство нашего телевидения на той самой скамеечке. А потом на той самой, этой самой веревочке. Потому что, конечно, есть очень сильные, мощные фильмы. И Голливуд не всегда, то есть всегда выпускал массу ерунды, но очень, очень нередко выпускал абсолютные шедевры. Это было. В общем-то, вот так вот вспоминая все страны. Ну, конечно, вы знаете, исламские страны, там свои заморочки. И там, и в культуре, наверное, тоже не так все просто. Япония, конечно, дает примеры очень интересные. Но Япония это другая страна, другая планета. Это единственная страна, которая на экспорт предметы, технику в частности, делает хуже, чем для своих граждан. Поэтому, если вы в Японии, вам надо покупать там какое-нибудь радио, я не знаю чего. Там, где нет инструкции на языке, кроме как японского. Вот если только на японском, можно покупать. Это лучше, значительно. Я очень люблю Японию, так сказать, у меня к ней очень теплые отношения. А у нас несколько сотрудников уехали туда на постоянное место жительства. И вот он поезжает, он прекрасным японским языком, человек, который перевел всю японскую поэзию. Он говорит, Рыслав Борисович, ну что вы, вас понимают, как VIP вообще везде, носятся. А вот жить там, это совсем другое. Оказывается, Япония тоже интересная страна. Если вы живете и работаете в Японии, чем лучше вы знаете японский язык, тем хуже к вам относятся. Потому что нечего, нефига, как говорится, наш великий язык своим поганым ротом поганить. Кто ты такой вообще? Потому что вообще отношение к европейцам, это же очень интересно, и выпускали они газеты середина 19 века. Вот когда фрегат Паллада и все прочее, они выпускали газеты, где изображали, ну как которые, изображали европейцев. Они изображали европейцев, как европейцы ходят по малой нужде. Так газета выходила с этим. Так по их мнению, они, то есть европейцы, ходят как собаки. То есть, на трех хлопах, а четвертую поднимают. Вот так вот. Это было потому что варвары. Красноносые варвары, как они их называли. Но в то же время, конечно, сама по себе японская культура необычайна и тонкая, и интересна. Хотя там масса всяких наблюдений у меня есть, как это тоже коммерциализируется, как это, как как раз духовная составляющая вымывается в этом, подменяется чем-то другим. Это все есть, конечно. Вот, но в общем-то, я скажу, что, ну вот такой вот, вот то, что в бакханалии это наше, эти чудовищные сериалы совершенно, это полное нарушение стиля, исторической достоверности, вообще просто лживые какие-то вещи. Это такого я, пожалуй, нигде не знаю. Это у нас, ну уж как всегда, так впереди планеты всей. Это остановиться не можем. И я просто знаю от людей, с которыми я сталкиваюсь, а они из сферы искусства, как трудно талантливым ребятам вот сейчас вообще куда-то пробиться, где-то что-то свое снять, показать. А им иногда это удается, но все равно им не дают показать, им не дают денег, им не дают экрана, им не дают телевизионного времени. А вот там, допустим, то, что я знаю неплохо, турецкое телевидение, понимаете, вот вроде и рекламы те же самые, и фильмы такого же типа, но как-то все значительно добрее, намного добрее. И еще у нашего телевидения есть, конечно, удивительная черта, она просто у нас в характере. Мы ко всему относимся жутко серьезно, спокойнее ко всему бы относиться. Ну, и вот если мы говорим о политике, я вдруг вспомнил, как неожиданно политизирован был Святослав, когда была война в Ираке, когда американцы высадились. Он очень был политизирован такой в защиту Ирака против американцев, очень. Я думал, какая ему разница вообще, где это ты, Рак? Ну, ну так. Ответил ли она это? Нет? Ваш отец изучал Древнюю Русь. Считал ли он, что история Руси укорочена? И что-то там еще про археологию, что он видел на, ну, наверное, на археологических раскопках, я думаю. Ну, я не совсем это, не совсем понимаю, что значит укорочено. Он мне дописал книжку, которая касалась самых ранних, так сказать, генезиса славян, с самого начала. То есть, такой вот, почти во имена Геродота. Вот тут у него были свои идеи, и что-то, я его уговорил, и он часть этих идей, без особых доказательств, выдал в виде статистов. Девакт-то было некуда, 90-е годы, кто сейчас найдет эти его статьи, журнал «Природа». Ну, кто будет искать о генезисе славян в журнале «Природа» за 90-е годы, допустим? Ну, нет же. Но, тем не менее, потому что надо было, чтобы это было записано. Вот, у него были интересные мысли насчет, скажем, арийского вторжения в Индию. Он считал, что это, ну, он это считал скорее как, понимаете, он был, в общем-то, человек во многом, будучи археологом, то есть шерстко привязанным к материалу, будучи историком, то есть привязанным к источникам, к письменным, он все-таки имел какой-то такой литературный полет, так же, как у него был большой театральный артистизм. Он когда, я забыть не могу, в Политехническом музее он выступал, ну, огромная-то аудитория знаменитая, где Моряковский выступал. И он, а он мог до последнего дня жизни, он мог цитировать летопись, любую летопись, с любого места, наизусть. Он все это, все помнил. И вот он цитировал летопись своим громким голосом, и он сказал, а вот за лесом татары стоят. И он так сказал за лесом татары, что весь Политехнический музей в ужасе повернулся. Где там стоит, где там татары стоят за лесом. И вот у него было такое, вот когда о Борисе, он говорил, он говорил, что скорее всего это связано уже археологически с трипольской культурой. Что это трипольцы, которые двинулись. А именно трипольская культура дает, насколько я понимаю, пример того, что вот тысячелетнее царство без войн. Тысячелетнее существование государства без войн. То есть, в принципе, это, наверное, возможный вариант. Конечно, он был ярым противником нормандской теории. И, конечно, он был ярым противником студии академика Фоменко. Я нашел уже после его смерти, нашел книжку Фоменко, на которой нарисован рукой Бориса Александровича большой красный крест. И написано большими красными буквами. Звонить 0-3. На лекции он приносил работы Фоменко, говорил о них, ну, все, что мог сказать. После чего, а я был в этой аудитории, сейчас присвоено его имя, там доска, и вот такая, ну, там ярус такой, и огромные окна. И он говорил, так как надо поступать с такого рода литературой? Студенты сидели и ждали. Он говорил, вот так надо поступать. И швылял эту книгу в открытое окно, она вылетала. Студенты навсегда запоминали эту вещь, конечно. Вот. Так что, вот так. Расскажите о самой яркой личности, которая вам запомнилась в жизни. Ну, я понимаю, что вы ждете, я скажу, Святослав Николаевич. И в какой-то степени это верно. Но Святослав Николаевич, человек нордического склада. И сказать, яркая личность, вот так запомнился, он запомнился, как такой немножко айсберг ледяной. Хотя я видел, как он раза три, я видел, когда он приходил в неистовство. Ух, это было страшно. Но обычно он был такой водарского типа. Я думаю, что все-таки, Лен, как? Признаюсь я. И все посмотрели с любопытством. Будь, сейчас назовет женское имя какое-нибудь. Я думаю, что Корней Иванович Щуковский. Может быть, я много от него получил, потому что я много задавал вопросов. У меня было что спросить. Может быть, ему было интересно что-то рассказать. Это всегда было очень артистично. Это было очень ярко. Это было абсолютно неожиданно, потому что при имени Корнея Чуковского все обычно вспоминают это. Тут из маминой, из спальни. Какой-то мальчик спросил, а почему из спальни он выбегает? Из маминой. Это самый умывальник. Странная какая-то семья. Ехали медведи на велосипеде. Замечательные все вещи. Дед, сказочный, святочный дед. Ничего подобного. Необычайно острый. Очень злой на язык. Но добрый по отношению к людям. Вот это разница. Он умел сказать очень злые вещи, но сказать их в виде почти мягком. Ну, я расскажу, а то вы это все слышали, вам это противно слушать второй раз. Какая-то женщина написала рассказ. Встречает ее Корней Иванович. Боже мой, читал ваш рассказ замечательно, великолепно. Никогда больше не буду читать ваших рассказов, чтобы не испортить впечатление. Что ты на это скажешь? Тебя обхавили, по сути дела. Но тебя и похвалили. И вот такой ядовитый, а я к моменту, когда я уже начал с ним плотно общаться, я уже знал его книги все. А в книгах тоже, знаете ли, была такая книга, причем, как ни странно, она не была запрещена, не была в спецхране, хотя у нее было очень не советское название. Две души Максима Голькова. Самая первая фраза. Голькова готовили в каторгу так же тщательно, как в других семьях готовят в университет. И это то, что он туда не попал, величайший парадокс педагогики. Вот так начинается книжка. Зло начинается. А в конце говорится, что вот, как всегда, масса примеров. Я в своей... Это уже Гольки. Я в своей душе всякий бурьян нещадно полол. В моей душе словно козел набродил. В душе козел, в душе бурьян. Как далеко это, скажем, вообще от нашего понятия души вот такое овеществление. Вот представьте себе, что Лев Толстой сказал бы про Анну Каленину. Мысли у нее были, как тараканы за печкой. Вы представить не можете, потому что эту душу вы воспринимаете как свою родную. И вот в таком, с таким ехали медведи. Я встретился и довольно долго мы очень тесно общались. И поскольку уже наша встреча идет к концу, я вам расскажу что-то из этих историй, потому что они очень интересны. Они писательски интересны. Это блестяще сделано. Блестяще. Например, рассказ Корнея Чуковского о Максиме Горьком. Живет в Куоккале на даче Алексей Максимович Горький. Каждое утро спускается сверху из спальни, а внизу самовар стоит десятиведерный, большой, и газеты лежат из Петрограда, новые, свежие. Он их берет и все просматривает внимательно, нет ли о нем чего. Потом складывает, уходит наверх. Часов десять все сидят за столом, самовар, у самовара Горький, все читают газеты. Алексей Максимович опять о вас в газетах пишет. Это мне неинтересно. Характер, рассказ. Вот последнее. Вот вы говорите Гумилев, Гумилев. Он ведь очень странный был человек, Николай Степанович. Он был сын беженского помещика. Их было три брата. Когда отец умер, оставил им наследство. Два брата делом занялись каким-то. А Николай Степанович в Абиссинию уехал. Потом он приехал, и как сейчас помню у нас доклад делал. Шкуры разложил всяких там леопардов, не знаю кого, пантер. Находу набилась тьма, стульев не хватало, и там говорили, вот сядьте на Бунина, как раз вышла Бунина, деревня, неразрезанные стояли эти самые кипы. Он прочитал доклад, и потом Аверченко его спрашивает, Николай Степанович, скажите, это в Абиссинии так принято на каждую шкуру изнутри ставить львовую печать, петербургский ломбард. Он заправгивает свои шкуры и больше докладов не читал. И вот когда этот человек, который общался с женой Чернышевского, который дружил с Блоком, и вот он здесь, ну это действительно личность, то есть сквозь него проступало столько личностей разных, это наверное самое сильное впечатление, какое у меня осталось. И последняя записка об индуизме. теперь поедем. Ростислав Борисович, конечно, сегодня уже много говорил, но здесь уточняющие вопросы. Как распространен в чистом виде, сохранился ли, он в каком состоянии? Ну, как говорил президент Ельцин, не дождетесь. Все нормально с индуизмом. И чистота сохраняется, ну, понимаете, ну, минимум пять тысяч лет существует, потом не забудьте такую вещь, что есть особое правило, скажем, все священные мантры нельзя произнести с единой ошибкой, если хоть одна ошибка, если долгий звук будет кратким даже, любой обряд становится обратным, он становится не благонесущим, а опасным. Поэтому он сохраняется великолепно совершенно, и язык сохраняется, и обряды сохраняются, все это сохраняется, про кастовую систему мы говорили, но она все равно модернизируется, меняется, но существует. Распространение. Мы говорили в первой половине, что индуизм не прозоритическая религия, индуизм не миссионерская, индуизм не обращает в свою веру людей. Но реалии второй половины 20-го начала 21-го века. Огромные массы мигрантов сдвинулись. В частности, сдвинулись в Англию, в Великобританию. Это как раз индийцы во многом в очень большом количестве. встают совершенно новые вопросы. Как сохранить чистоту кастовой системы в Туманном Альбионе? Раньше все было просто. Сиди дома, нельзя ездить. Каля Пани, черная вода, нельзя пересекать океан. Конечно, был тот же Раджарам Маханрой, который поехал и умер там. Был Биби Кананда, который вообще наплевал на всех и поехал. Был Ганди, который наплевал, но когда вернулся, ему говорят, извини, молодой человек, тебя из касты выперли. Ты съездил, ты осквернился. Другое дело, что у Ганди, я имею ввиду Махандеса, а у него были родственники, которые просто оплатили большой обет руководству этой касты, и те, так сказать, за похлебку восстановили его в касте. Сам Таганди не волновался по этому поводу. Вот эти вещи, они интересны, но они скорее возникают второй раз, уже когда люди возвращаются из Великобритании в Индию. Вот там они как-то проходят какое-то ощущение. что касается самого Лондона или все, ну они живут там, живут в общем-то каким-то сообществом. Но у меня однажды был очень интересный опыт, совершенно неожиданный. Ко мне попросился в Москве некто профессор Акспортского университета, профессор философии, ну с каким-то невероятным индийским именем. Ходят чистый индийц, причем такой полумонашеской одежды какой-то. Оранжевый со свастиками. Дальше начинается конечно это со стороны хорошо смотреть. У меня стол был как музей вообще, масса всяких вещей стоял, картинки висели. Среди всего этого он изглядел вот такую статуеточку. И он пал ниц вот так вот. И в общем пополз мне по кабинету к этой статуеточке. Статуеточка это Романуджа, это сама по себе она в общем ценная, потому что это 16 век. И мне ее просто вот так вот подарил один поклонник Романуджи там судьба свела, утром она нас свела, а вечером мы расставались. И он в своей домашней молельне снял эту статуэтку там где он ей молился и мне подойдет. Вот сейчас она у меня стоит в кабинете и сейчас. Ну мы стали разговаривать. Оказывается страшно интересная вещь. Есть Индия, которой и я не имел никакого представления. Есть Индия, которая говорит только на санскрите и не знает других языков. Это настоящие пандиты, которые вообще занимаются сохранением чистоты индуизма. А он вот этот вот это засланный казачок. его заслали в Оксфорд и он там живет целый год, читает какие-то лекции, а заодно выясняет все, все новые течения в европейской философии. Потом едет в отпуск, приезжает в Индию, собирается с этими своими санскритоговорящими ребятами и докладывает им, вот такого вот напридумывали там. И они думают, как это соединить с многовековыми традициями своего вот индуизма вообще и вот этой вот секты в частности. то есть это невидимая миру Индия, но на самом деле вот она то и есть духовная Индия. Это не где-то там в Гималаях они сидят, они в городах. Конечно, брахманы. Вот, но распространение есть, потому что, конечно, сейчас после Вивикананды началось некое, стали появляться индусские общины в Америке, в Соединенных Штатах прежде всего, и есть в Европе разные, ну, тут вот и кришнаиты подсуетились тоже, хотя они, так сказать, не всеми признаются. Вот так вот. Продолжение следует...